Мегаполис Именем Горького назвали мегаполис От чего добился ты Примерно так мог бы звучать какой-нибудь тезис бизнес-тренера в нашем современном мире Но у Горького главным тренером была сама жизнь Иногда сладкая, но чаще созвучная его псевдонимом И была с ним одна проблема Ведь он один из толпов советской идеологии Главный локомотив коммунистической идеи Страдалец, бревестник революции Однако на кривых заносах истории Алексея Максимовича Пешкова Выкидывал из намеченной революционной колеи И он начинал нести такое, от чего остатки волос на голове Ленина вставали дыбом И еще Горький был настоящий рок-звездой Рока не было, но по медийному весу, значимости и драйву Алексей Максимович мог вполне сравниться с нынешними кумирами современной сцены Физически я родился в Нижнем Новгороде, но духовно в Казани, говорил он Возможно, потому что в Казани юный Пешков пытался покончить с собой Под стенами Федоровского монастыря Была ли это неразделенная любовь к сестре собственного работодателя Или тотальная подростковая депрессия, от которой тогда стрелялись многие, неизвестно Но как и в случае с Достоевским, который духовно переродился на Семеновском плацу Где его должны были казнить, но не казнили Так и наш герой концептуально поделил свою жизнь надвое До пули, которая застряла в его легком, он был Алексеем Пешковым После стал Максимом Горьким Первый свой невенчанный брак Горький заключил с Ольгой Каминской Женщиной на 9 лет старше него Милые дамы, как важно быть чутким к молодому дарованию Старуха Зергиля, одно из первых произведений писателя, наводила на его избранницу Зевоту Она попросту заснула, когда гражданский муж зачитывал ей свое гениальное произведение И это был конец любви Следующий семейный кульбит был диаметрально противоположным Его избранницей стала Екатерина Волжина Девушка из разорившегося дворянского рода Которая была на 8 лет младше Горького А он к тому моменту уже стал настоящей звездой Босяк, который смог побороть жизненные трудности и достичь литературного олимпа Это востребованный сюжет как для СМИ, так и для либеральной общественности Которые восприняли бывшего Люмпина на ура Горький с триумфом возвращается в родной город И поселяется с молодой женой и двумя детьми вот здесь В доме барона Киршбаума Он занимает весь второй этаж Его квартира состоит из 10 комнат Какой контраст, если вспомнить красильную его деда Коширина Где он, рано осиротев, был вынужден обитать Теперь Алексей Пешков никакой не оборванец Его дом хлебосольный приют для многих Репин, Чехов, Бунин, Станиславский И кого-то только не бывало У Шаляпина вообще персональная гостевая комната Но в 1904 году Горький уезжает в Петербург Становится свидетелем кровавого воскресения Радикализм писателя доходит до того Что его квартира в Москве на Воздвиженке Превращается в координационный центр вооруженного восстания Ее охраняют 13 горячих студентов из Грузии Которые спали там на медвежьих шкурах Там проводятся мастер-классы по сборке бомб Боевик-черт учил дружинников стрелять прямо в комнате Живущий этажом ниже тайный советник Приходил жаловаться, что пуля попала в пианино На котором играла его жена Вот только квартира эта была не Горького А мужа актрисы Марии Андреевой С которой баревестник революции Познакомился еще в 1900 году И уже вскоре сошелся настолько Что считал ее своей настоящей женой Вместе они отправились за океан Чтобы собрать денег на революцию Но 15 апреля 1906 года в газете New York Times Вышла статья с кричащим заголовком Горького и актрису попросили покинуть отель Оказывается она не мадам Горький Хотя он ее таковой называл Настоящая мадам Горький в России Действительно все это время Екатерина Пешкова жила в Нижнем Новгороде Как раз во время выезжа Горького по штатам Здесь умерла их дочь А он после выхода романа «Мать» И событий 1905 года оказался в эмиграции Путь на родину ему был заказан И только благодаря амнистии В честь 300-летия дома Романовых Он вернулся обратно Но не в родные пенаты А в Петербург На Кронверский проспект Февральскую революцию Горький принял на ура Октябрьскую в штыки Из-под его пера вышел уникальный документ эпохи Несвоевременные мысли Где он чистил Ленина в хвост и в гриву И это при том, что Алексей Максимович Долгое время был спонсором большевиков Опять эмиграция На этот раз в побеге от советской власти Но годы шли, гонорары таяли А родина готова была принять классика пролетарской литературы В свои объятия И Максим Горький вернулся Поселившись в Москве В особняке Рябушинского на Малой Никитской Как оценить его победенческие зигзаги? Да никак Только в комиксах и в романах соцреализма Бывают исключительно хорошие Или исключительно плохие герои А в реальной жизни люди Особенно гении Сочетают в себе Деметриально противоположные черты характера Еще при жизни мэтра В Советском Союзе Началась эпоха тотальной горьковизации А после его смерти она достигла гигантских масштабов Самолеты и пароходы Заводы и театры Библиотеки и парки Стали горькими Более двух тысяч улиц были названы в его честь Даже газ Газик Газон Как его только не называли Это тоже горький Неизвестно где и когда Алексей Максимович чувствовал себя максимально счастливым Но смею предположить Что именно здесь В этом доме Находясь в зените славы Окруженным коллегами по творческому цеху Вкушая плоды тихого семейного счастья К тому же про родной город он как-то сказал Что никакие Парижи и Лондоны мне его не заменят Возможно они не заменят его и вам Когда вы окажетесь здесь И посетите музей великого писателя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok